Здарова Каменный Петербург, Даня, группа Electric Chinese, Кирилл, Дмитрий, ребята только что отыграли стрим, было очень круто, я сидел просто залипал под эту музыку, мне очень зашло, очень понравилось, спасибо вам что пришли, заходите почаще и вы и зовите почаще тоже, мы в общество куда-то принем, где-то выставим, особенно если что-то хорошее, когда-то хороший дик или какая-то крутая площадка. Класс, договорились. Расскажите, как вам вообще ощущения от стрима, от студии, от вообще всего этого дела? Ну, это интересная возможность вообразить себя на большой площадке и отточить какие-то навыки, навыки не просто репетиционные, а игры перед публикой, потому что перспективная есть, я конечно не могу ее увидеть, но это как игра перед зеркалом, круто, очень круто. Ребята приехали, как выяснилось, из Таганрога, ребрали всей группой. Расскажите, пожалуйста, почему именно в Питер решили и, ну, вообще это же какая-то достаточно ответственная, да, и сложный процесс все это синхронизировать и все вместе, как бы сорваться и переехать. Что повлияло, почему? Ну, смотри, просто, ну, мы хотели не просто переехать, делать карьеру и начинать новую жизнь, мы хотели просто жить, выступать, заниматься любимым делом, если рассматривать перспективы, там, Москвы, например, есть ощущение, что там, там люди едут зарабатывать деньги, а нам хотелось просто жить и играть музыку, поэтому Питер. Ну и плюс мы бывали здесь и все... Ну, вообще Питер, он такой более душевный город, наверное, на мой взгляд, на мой взгляд, может, там многие со мной согласятся, может, не согласятся. Не знаю, я как бы до этого тут уже был раза четыре, наверное, ну, приезжал там на концерты, просто отдыхать, ну, нравится этот город. Не знаю, в Москве был в меньший раз, но что-то мне совсем она не приглянулась. Ну, крайний раз, когда мы там были, создалось ощущение, что там нет людей, которые выходят купить хлеб и... Которые там живут, да, да. Короче, такое что было, как будто приехали, ну, мы приехали, и там чисто все такие же, как мы, знаешь, приезжали, и... Они ходят, фотографируют. Да, как будто они через две недели уедут туда куда-то, куда они там приехали. А вы в тур ездили в Москву? Ну, мы выступали на фестивале-конкурсе индюшатой, кстати, вот прошли финал, вот, будем пробовать свои силы там, вот, собственно, поэтому туда и ездили. Расскажите про творческие планы, то есть у вас есть замечательный ИП, сейчас вы записываетесь, вы планируете там какие-то релизы? Да. Мы пишем вокал, я думаю, в этом году будет полноформатный альбом, и уже есть куча материала на новые, новые релизы. Будем все это в свои времена делать, выкладывать, следить. А когда? Когда ждать? Будут какие-то синглы, а потом альбом? Ну, да. Будут синглы, будет еще несколько синглов. Ну, да. Да, в принципе, если так подумать, осталось-то не так уж и много до конца, там несколько штрихов, может, с инструментами, это вряд ли, наверное, мы уже все записали. И, ну, вокал остался, и сведение. Сюда будет. Нам помогает наш знакомый с Копенрога, мы его отправляем, нам очень нравится, он понимает нас, то, что мы ему говорим. Да, это в принципе, это в случае, когда чувак знает, понимает вообще нашу музыку, нашу идею. Да, я вам скажу, вообще, на самом деле, достаточно редко услышишь какую-то прогрессивную команду, еще и психобиличную, да, от которой, в принципе, ну, не устоешь, то есть, которую можно вот на одном дыхании слышать и слышать. Что же мы думали? Просто, глядя на современный прог, это, как правило, либо металл, но он драйвовый, он интересный, но он достаточно тяжелый тоже, тяжелый и для восприятия, и тяжелый по звучанию. А хочется делать просто интересную музыку, которую бы я сам слушал, которая бы нам нравилась, и если нам нравится, значит, мы пришли к тому, что хотели. Хорошо уголються, надо сказать. Спасибо. Спасибо. А расскажите, чем вдохновляетесь? Какие команды, какие там, может быть, треки или еще что-то? Мне кажется, это будет, конечно, интересный. Очень много, очень долгий список. Нет, есть тенденции, которые нам нравятся в музыке, нам нравятся... Кстати, интересный факт, то, что это был первый чувак в Таганроге, которого я... с которым я начал говорить, и мы знаем... Ну да, и тоже музыка, и круто, чувак в Таганроге, там, ну, я не буду называть команды, их тоже много, но мы вдохновляемся музыкой с 70-х, прогрессив рок, хард-рок, психоделический рок, современным тоже и прогом, и альтернативным роком. Это и какой-то, может, тенденции панк-рока, ну, для меня лично британского, пост-панка. Это фанк, что очень важный нюанс. Нам очень хочется в нашей музыке иметь фанковый оттенок. Иногда это получается, по-моему. Ну, да, да, в принципе, я, если что-то там импровизирую на бас-гитаре, это чаще всего что-то в какой-то фанковой манере, скорее всего. Потом уже остальное что-то. Классно. Расскажите, вот сейчас будет открытие сезона, у вас, наверное, есть уже какие-то планы по выступлениям? Ну, мы обязательно съездим на родину. Да. Открытие сезона начнется оттуда, да? Мы там сыграем танцы. Оттуда мы поедем в Москву. Да. Вот. В Москве мы будем выступать 11 сентября. Это будет финал «Ундишат». Кстати, мы сейчас только что раскрыли секрет нас. Попросили не говорить о том, что мы пришли в финал. И знаю, когда интервью выйдет. Ладно, мы это вырежем. Можно потом дополнительными материалами выписать. 16 тонн. Ну, они что-то тянут резину, не говорят. Но мы ждем, ладно, да. Ну, хорошо. А в Питере мы сможем вас где-то на какой-то площадке услышать? Ну, 25 августа мы выступаем в клубе «Клетка». Это ближайший концерт. Пока какие планы. Вот. Ну, и также мы всегда, как вот Кирилл говорит, мы за любые движения. Мы будем, возможно, там, джемить там же в клетке. 18-го. Да, да. 18-го уже. Думаю, мы прием, поиграем там, что мы уже нужно. Да, это, наверное, на самое либеральное место, где нужно выйти, поиграть просто в любой вечер. Даже без предварительной записи. Просто не приходишь инструментом. Спасибо группе «Электрик Чайнос». Спасибо вам, ребята. Пройдя вам, пожму руки ваши за отличную музыку, отличную подачу. Спасибо. Увидимся. Спасибо.